Приветствую вас, друзья! Сегодня пришла пора в нашем видео озвучить вопросы, которые вы задаете. И вот в видеоформате, наверное, это будет правильно. Учитывая, что вопросов много, поэтому на самые интересные, либо те, которые касаются последнего видео, имеет смысл прокомментировать. И, наверное, первым будет самым интересным вопросом, а можно ли главного героя из фильма «Побег из Шаушенко» назвать козлом? Ну, в принципе, наверное, да, можно. Если бы это происходило у нас, естественно, человек, кто напрямую контактирует с хозяином, решает его финансовые проблемы, чистит ему ботинки, вряд ли можно назвать порядочным арестантом. Но, опять же, оскорблять его впрямую ни один зэк, наверное, не имеет права, потому что он никого не подставил, не предал. И если он пошел на эту роль, то, соответственно, его мотивация, понятно, сбежать из этой тюрьмы. И, поскольку у него это получилось, я думаю, его можно поздравить с тем, что молодец. Поэтому все, что там касается козела, он не козел, это все на втором плане. Тем более, в Америке совершенно по-другому выстраиваются взаимоотношения. И здесь, наверное, как бы оскорбление, что он козел, он даже, наверное, не поймет, о чем это. Но если это был бы наш лагерь, то да. Поэтому здесь, как обычно, жизнь есть жизнь. То есть нельзя человека, который ничего плохого тебе не сделал, оскорблять, иначе могут быть последствия. И чем отличаются вот эти вот моменты? Потому что у нас в лагере, если ты вдруг кого-то или в тюрьме оскорбил и не пояснил, почему ты это сделал, то, наверное, тебе может прилететь здесь и сейчас. И этим зона и тюрьма отличаются от воли. Здесь ты можешь оскорбить кого угодно, и не факт, что тебе какие-то будут возникнуть вопросы или последствия. А там, если вдруг ты при всех называешь человека нехорошим словом, можно в этот же момент и огрести. Дальше делайте выводы сами. Но еще раз повторяю, ты можешь выбрать любой путь. Если ты никому не вредишь, никому не мешаешь, то и претензий ни у кого к тебе не может быть. Поэтому за образ жизни спроса нет. Следующий вопрос не менее интересный, и, наверное, стоит его рассмотреть поглубже. И задал его человек, который все-таки размышляет, потому что вопрос был очень интересный. Там, Герман, а зачем человеку, который стал красным, то есть одел повязку, пошел в бригадиры, в нарядчики и так далее, зачем ему помогать зэкам, которые ведут отрицательный образ жизни, то есть порядочным арестантам? По большому счету они теперь его враги. Но, еще раз повторяю, жизнь есть жизнь. Никогда, ни в каком обществе, не важно, это тюрьма, либо свобода, ты не можешь однозначно выбрать свою позицию. И все остальное, что тебе связывало с тюрьмой, с арестантами, либо наоборот, с твоими друзьями, даже если вдруг по каким-то причинам ты стал другим человеком, либо взял какую-то другую должность, и теперь вроде бы они тебе не ровнее, так не бывает. Все равно остаются близкие люди, все равно остается кто рядом, и если вдруг человек, которым ты общался, дружил, подходит тебе с каким-то вопросом, даже если сейчас он находится в другой стороне, все равно, скорее всего, тебе отказать ему будет сложно. И поэтому всегда будут возникать коммуникации. Зон это не то, что менты, козлы и порядочные арестанты, отрицаловы и так далее. Нет, это всегда будет общение. Неважно, кто где в каком ранге находится. И умение договариваться, умение решать вопросы, как раз и выводит этих людей, кто это умеет делать, в ранг тех, кого уважают. И не всегда. Да, нарядчик это козел, который должен испытывать к тебе какие-то отрицательные эмоции, и чинить тебе какие-то беспокойства, препятствия и неприятностей. И также не всегда с тобой рядом будет вроде бы порядочный арестант, который кричит, да, давай, там, отрицаловы и так далее. Он тоже может быть потенциальным предателем, потому что он бегает потом и стучит. Я такие случаи знал, это происходило. Поэтому не всегда человек, кто вроде бы официально красный тебе враг, и не всегда кто с тобой рядом, который тебе улыбается, вроде бы с тобой делит, да, какие-то невзгоды, то это как бы хороший человек. Он может быть и предателем. В этой жизни, как только вы научитесь разбираться в людях, вам будет проще ко всему относиться. И такого категоричного мнения, раз ты надолго, значит ты козлина, и наоборот, раз ты как бы кричишь, что ты братва, все ты мне друган, не всегда это так. Обычно опытные люди присматриваются, понимают, да, что куда, в какую камеру, либо в какой лагерь они попали, и после этого налаживают свой быт, выстраивают коммуникации и выбирают, с кем им общаться поближе, а с кем нет. Поэтому, скорее всего, здесь нужно сказать так. Даже если человек выбрал путь освободиться, даже если человек вроде бы записался к тебе во враги, вряд ли при правильном подходе он будет тебе отказывать. Потому что жизнь такая, сегодня он козел, а завтра его опять кинут к общим массам, к общим зэкам, которые, как бы, да, опять же скажут, ну чё ж ты. И если есть возможность помочь, так же, как он может ко мне обратиться, если он мне ничего плохого не сделал, и я, скорее всего, попробую решить его проблему, ну, потому что почему бы нет, человек мне не враг. И наоборот, если я к нему приду, и у меня с ним никакого конфликта нет, и до этого мы с ним общались, и общались хорошо, он мне тоже постарается помочь. Даже если в этот момент он не может ничего сделать, он подскажет какие-то варианты, так же, как и я ему. Понятно, что мы будем вместе там полоскаться, пить чаи, там, да, делить хлеб и так далее. Но взаимоотношения все равно будут понятными. То есть не обязательно, если человек с повязкой, он тебе враг. Наверное, это самая главная позиция, потому что её можно применить и на свободе. Не всегда люди, которые тебе улыбаются, тебе друзья. И не всегда, когда ты решаешь свои вопросы, ты обращаешься именно к тем, кто вроде бы по рангу твои. Ты можешь обратиться как выше, так и ниже по рангу. Ты можешь так же побеседовать с начальником, а можешь решить вопрос с его секретаршей. Поэтому свобода выбора, креатив в подходе. Это всегда говорит о том, что человек может решить разные вопросы, независимо от того, насколько и серьёзно его финансовое положение и так далее. Так же, как в зоне, не обязательно уважают человека, у которого есть деньги. И наоборот, человека, у которого есть деньги, не всегда уважаем на зоне. Всё зависит от твоей башки, от того, как ты решаешь вопросы и правильно выстраиваешь свою позицию. Так, ну, наверное, теперь надо коснуться самого часто задаваемого вопроса. Герман, вот ты прекратил свою криминальную деятельность много лет назад. Да, прекратил. А теперь ты в Ютубе. И, соответственно, учитывая, что сейчас в Ютубе одни проблемы, ну, давайте приведу пример. За эти почти три года, когда нет монетизации, наш канал потерял в районе 6 миллионов рублей, которые мы совершенно спокойно бы зарабатывали, если бы она была. Плюс ещё один неприятный момент. Теперь ещё Ютуб затормозили. И вроде бы нет ничего хорошего. Что же делать? Естественно, учитывая, что у меня маленький ребёнок, что, как бы, я уже привык заниматься этим каналом, у нас довольно много хлопот, которые надо решать. Естественно, этих денег, которые там были бы раньше, мы не зарабатываем. Но вариантов сейчас уйти в криминал, понятно, что можно рискнуть. Но у меня, к сожалению, и возраст не тот, и ситуация не та, поэтому мы делаем проще. Мы выпускаем какие-то сопутствующие вещи, которые нам приносят доход. Привожу простой пример. Раз в недельку у нас стрим. И там кидает, когда 5, когда 10, когда 20 тысяч. И огромное вам спасибо зрителям, что вы нас выручаете. Вот эти деньги вдруг стали для нас принципиальными. И то, что нам помогают, это очень хорошо, потому что мы как раз и можем продолжать нашу деятельность, тем более большинству она нравится. Момент следующий. У нас есть книжка, которая тоже продается. Небольшие, но деньги. У нас также есть курсы, по которым человек, который попал в различные ситуации, допустим, есть курс по конфликтам, есть по переговорам, есть по личным границам, есть про уверенность в себе. Недовольных нет. Люди пользуются и говорят спасибо. И, наверное, основной момент, который можно коснуться, у нас есть такая вещь, как консультация. То есть человек может записаться на консультацию, и если вдруг у него случилась какая-то ситуация, неважно, конфликтный, личный какой-то вопрос, то есть может быть он в беду попал и в этот момент не видит выхода, здесь можно включить все, что угодно, когда посоветоваться не с кем, а очень нужно принять правильное решение. И тогда также они обращаются ко мне. У нас 10 минут бесплатно, если вопрос несложный. А если вдруг человеку действительно нужно покопаться и понять все-таки, что же в этой ситуации он сделал не так, и как теперь из нее выбраться, либо наоборот выбрать путь решения, особенно когда ругаются два партнера, делешь там наследство и так далее, там куча неприятных моментов на тебя сваливаются, а решить правильно ты их не можешь, опыта такого нет, то, соответственно, человек записан на консультацию, и час времени у нас стоит 5000 рублей, где, опять же, недовольных не было, все только говорят спасибо, достаточно посмотреть отзывы. Вот из чего складывается наш доход на канале, потому что расходы, как вы понимаете, у блогера есть всегда, плюс еще нужно на что-то жить. И опять же, огромное спасибо вам, зрители, что вы идете навстречу и понимаете нашу ситуацию, иначе бы нам было бы намного сложнее, ну и контента выпускали бы намного меньше. Ну и, наверное, нужно коснуться не менее важного, не менее интересного вопроса, а как быть, если у человека была профессия стрёмная, и он попадает в тюрьму? Ну, наверное, из самого такого удивительного можно взять гинеколога, врача, да, вот гинеколог, врач, он, в принципе, ковыряется и рассматривает довольно интересные вещи, да, поэтому все, что касается этого момента, и вроде бы должны к нему, да, там подходить, я бы так сказал, с претензией, с возмущением, как так, ты что будешь теперь с нами в общем кругу сидеть, там, да, общаться и так далее, если ты там лазил в определенных местах у женщин. На самом деле, господа, не нужно думать, что уголовники это какие-то звери, которые сидят и думают, до кого бы докопаться. Если кто-то с этим столкнулся в камере, то это уроды, это люди, которые даже понятия не имеют о том, где они находятся, зачем, и как регулируются эти вопросы. Здесь ситуация простая, это врач, он спасает женщин, он помогает людям, и к нему нужно относиться как к врачу, и никак иначе. Ничем таким он от вас, от остальных не отличается. Это его профессия. Как за образ жизни, так и за профессию, если она не касается каких-то крайностей, потому что мы берем, не берем там маньяков там и так далее, но потому что это уроды, и к ним отношение будет, вы сами понимаете, какое. Никто с ними даже не то, что разговаривает, их будут бить, где их увидят, либо узнают о том, что человек нехороший. Но врача унижать, оскорблять, или предъявлять ему претензии за то, что он спасает жизни людей, помогает людям разобраться с болезнью, и решает вопросы, которые кроме него никто не решит, это была бы глупость. Поэтому, если вдруг у вас на свободе какая-то профессия, связанная, может быть, с чем-то для вас там странным, это не значит, что кто-то имеет право предъявить к вам претензии. Вот если вы насильник, если вы маньяк, если вы какой-то нехороший человек, вот тогда берегитесь. Все остальное вам. Я бы так сказал, все остальное с пониманием воспринимается нормальными людьми, и по-другому быть не может. Неважно, кто вы в прошлой жизни, пожарный там, охранник, либо вы там где-то когда-то были пограничниками, то есть это войска КГБ были, сейчас, наверное, ФСБ. Вас будут интересовать обычные вещи, человек, который попал в тюрьму. Какие здесь правила? Если у вас есть вопросы, то, соответственно, вопрос может быть только к вам один. Вы кому-то сделали неприятности, вы кому-то испортили настроение, здоровье или еще что-то. Если этого нет, за вашу профессию никто к вам не имеет предъявить претензий. Помните об этом и не переживайте. Если вы нормальный человек, к вам нормальные будут относиться. Также вопрос, наверное, ну, как-то нужно его объяснить зрителям, а почему в камере к некоторым людям, у которых, я бы так сказал, проблема, да, то есть берем маньяков, педофилов и всяких еще нехороших людей, которые по каким-то причинам, ну, видимо, какая-то болезнь либо еще что-то, могут причинить там, да, жертве такие неприятности, изнасиловать, убить, расчленить и так далее. То есть возникает вопрос, а почему, если в камере его убьют нормальные люди, они же потом попадают под неприятности, их могут раскрутить, на них могут завести уголовное дело за убийство. Да, естественно, это может быть. Но сидеть в камере с человеком, который совершает такие вещи, лояльности здесь быть не может. Это наше государство почему-то решает иногда их отпускать. Он отсидел свои там 15-20 лет, вроде бы вел себя хорошо, его выпускает. Вот как раз я бы на месте государства задумался, вы что делаете, вы что думаете, вы его исправили? Соответственно, понятно, что у него первое время будет какой-то страх. Неделя, две, может быть меньше, может быть больше, но попадись ему на темном переулке или там в темном дворе девочка или там мальчик, у него сразу появится возможность испытать то удовольствие, потому что других вариантов нет, выгоды здесь нет никакой, чтобы опять же напасть и сделать все те нехорошие вещи, которые они делают. Поэтому здесь я считаю, что да, если зэк понимает, что перед ним скотина, мразота, которая вот вещи такие делала, жить он недостоин. И если вдруг зэк видит, что такая ситуация, вот она у него в камере, то я думаю, тут думать никто не будет, невзирая на последствия. Потому что также, если впрямую тебя кто-то оскорбляет и называет каким-то нехорошим словом, и ты это проглатываешь, ну а вдруг ты его ударишь и тебя посадят. А вдруг он окажется сильнее тебя и получается тебя побьют. Если вы каждый раз будете отступать, где нужно поступить правильно, то соответственно, дача удивляться, что вас там поливают там нехорошими словами, вы ничего сделать не можете, нужно идти писать заявление и так далее. Либо вы попадаете в ситуацию, когда вас просто ну как бы и не спрашивает никто вашего мнения. На ваших глазах будут вытворять все что угодно. Ну вы же человек осторожный, будете думать. Поэтому понятно, что не значит, что нужно бегать с ножом и наказывать всех подряд. Но если вдруг возникает ситуация, когда от вас зависит какая-то вещь, она будет продолжаться, либо не будет какие-то нехорошие события, то наверное вам нужно принять участие. Единственное, что делайте это с умом. Потому что вот на свободе, например, я уже рассказывал эту историю, когда допустим видите, какая девчонка, которая там избивает, угрожает, кричит помогите, естественно, у нормального мужчины сразу возникает вопрос, да, а что тут думать-то, надо девчонку выручать. Вот будьте поосторожнее, потому что я попадал в эту ситуацию. Привожу простой пример ночь, во дворе кричит девчонка, помогите, он ее избивает. Я естественно выхожу, беру алаба, я живу за городом и вижу такую интересную картину. Как только я вышел, девчонка замолчала, помогите, не кричит. А мужик, который с ней говорит, слушай, что ты вышел, это моя супруга, что ты лезешь. Я понимаю, что ситуация неоднозначная, раз она затихла, уже помощи не просит. Я говорю, послушай, раз вы вместе, то веди ее, соответственно, и там, может быть, так развлекаетесь, хрен в ад поймешь. И смотрю на нее, будет она реагировать или нет, молчит. Он ее подобрал, они куда-то ушли. Я думаю, ну вот и хорошо, был бы я помоложе, я бы сразу бы влез в эту канитель, а потом эта же тварь, которая только что пищала, помогите, вместе с этим гавриком, написали бы на меня заяву, что они шли, они чувствовали себя хорошо, а какой-то негодяй с собакой набросился на них и избил. И то, что колотил он ее, она бы еще повесила на меня. Почему? Потому что я понимаю, что как только я вышел, она замолчала, значит, вроде бы, как ей просто хотелось, чтобы он ее бить перестал. А и, соответственно, помогать ей не надо, у них все равно какие-то отношения. Естественно, через пару дней я вижу ту же самую картину, идет он, она в обнимку, бухи, она с фингалом, у них все хорошо. Вот вам пример того, что всегда нужно включать здравость и смотрите по сторонам. Не всегда, вроде бы, ваши правильные действия приведут потом к правильному для вас результату. То есть, если был бы я чуть помоложе, чуть бы не посообразительней, то не факт, что я бы остался на свободе, а заявление было бы 100%, потому что у меня огромная лоба и физически вроде бы, да, я чувствую себя нормально, то с ними бы я справился. Но, еще раз повторяю, если было бы так, у меня были бы неприятности. А так, прошли они совершенно спокойно и все. Но если бы девчонка кричала дальше, и я бы не могла помогите, и вырывалась бы, то, соответственно, тогда нужно было бы вмешаться. Вот вам на будущее то, что как раз и нужно анализировать. Не всегда то, что вы видите, это однозначно так и есть. И не всегда, если вы готовы вмешаться, для вас не будет последствий. Вопрос, стоит оно того или нет. И каждый принимает решение для себя. И если какая-то скотина и мразь попадает тебе в камеру, она там себя свободно чувствовать не должна. И наоборот, если хороший человек нуждается в помощи, то нужно ему помочь. Вот и все реалии жизни. Поэтому всем пока. Удачи вам. Берегите себя. Пишите какие-то сообщения. На самое интересное мы иногда снимаем видео. Всем пока. С вами был Герман.